Сюжет футболисты карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Ну и 2 июля мы уже присоединимся официально к команде, к Дортмундской Баруси. Сейчас у нас все в календаре, стоит как будто мы будем играть за атлетикой команды. Итак, в новостях уже всем известно, что мы перешли в Дортмундскую Баруси. Ну и сейчас мы просто сыграем против своих, наверное, будущих одноклубников и игроков из Бундеслиги. Легендарный уровень сложности, облачь на стадионе. Поехали! Итак, мы продолжаем с вами. Это наш первый матч в новом сезоне. Но это, так сказать, продолжение прошлого. Потому что чемпионат Европы вот так вот разбросан в FIFA. Но мы помним, что мы обыграли предыдущих наших соперников в группе по чемпионату Европы. Забили единственный гол пока что в нашем же первом дебютном матче на чемпионате Европы. Но это наш, получается, второй матч за сборную России на чемпионате Европы. Потому что мы второй тур не играли. Итак, сборная России против сборной Германии. Третий тур чемпионата Европы. Поехали! Пасует назад на Бранта. Тот на Горецкую. И Вернер просто забивает. Вот здесь вот просто тишина была. Лунев даже не стал прыгать. Ну и мы пропускаем от Германии один гол. И все. Минимальное поражение от Германии на стадии третьего тура группового этапа. Но мы все равно выходим. Забить нам не получилось. Но матч мы такой вот неплохой. Провели три удара в створ, даже нанесли. Ну что же, идет загрузка. Инсайдер пишет, что все, мы уже игроки Баруси Дортнин. Естественно, эта прогрузка прошла. Все. Мы продолжаем с вами дальше на чемпионате Европы играть. Потому что мы прошли все-таки со второго места. Германия три победы из трех, к сожалению. Нам не получилось даже хотя бы сравнять. Было бы замечательно. Так, мы сразу тут играем в суперкубке. Нам показывают. Мне бы вот чемпионат Европы бы показать. Матчи, я понимаю, все сыграли? Нет. Группа Денни сыграла. Давайте посмотрим. Мы можем сыграть против Голландии. Это неплохо бы было. Можем сыграть против Бельгии. И, скорее всего, ну вот, либо Франция, либо Испания. Наши будущие, в общем, соперники. Добро пожаловать в команду. Про Дортнинскую Барусию. 21 гол. Семь голубых передач от меня ждут в новом сезоне. Ну что же. Неплохо. Посмотрим, давайте, что там у нас по календарю в будущее. Ну, это суперкубок против Баварии. Мы играли в Лиге Чемпионов за Атлетика против Баварии. Мы им смогли забить с пенальти, правда, вроде. Вот. Ну и в сентябре не так уж и много матчей. Все. Мы продолжаем. И ждем нашего следующего соперника в стадии четвертьфинала Чемпионата Европы. Четыре гола от меня ждут вот в этих начальных матчах. Мне кажется, мы сможем здесь все. Вы можете сыграть. Все замечательно, друзья. У нас сборная Голландии в четвертьфинале Чемпионата Европы 2024 года. Мы играли с голландцами на чемпионате Европы 2008 года, причем успешно. Бельгия, Испания, Германия, Чехия, Франция и Румыния. Вот здесь немцам действительно повезло, что они вот на чехов попали. Ну, а нам придется вот играть с голландцами. Ну, Голландия, мне кажется, здесь самая легкая наравне с Чехией. Вряд ли можно что-то сказать. Они заняли все-таки вторую строчку Чехии. Поэтому Голландия из тех, кто нам могли попасть в первую строчку, это, мне кажется, самый замечательный вариант. Но, поехали. Итак, друзья, четвертьфинал Чемпионата Европы. Мы все, ну, мы успешно прошли, во-первых, из группы. И мне кажется, сейчас руководство сборной России, Федерация Футбола должны все-таки верить в нас. Да и я сам верю, что вот Голландию именно мы можем еще пройти. Голландия, Россия, четвертьфинал Чемпионата Европы 2024 года. Поехали. Отлично, на Блякова мы отдали. И мы забиваем в четвертьфинале Чемпионата Европы сборной Голландии. 30-я минута. Вот такое новое празднование, как у Роберта Ливандовски. Если бы поставить, все-таки мы будем играть в Чемпионате Германии. И посмотрите, как мы сейчас все шикарно сделали, а. Выждали этот момент и забиваем. Наш второй гол, друзья, в третьем матче за сборную России на Чемпионате Европы. Отлично. Аккуратненько так. Причем даже ногу не сильно мы от мяча отводили. Но Истин Слав Салам и Чирчесов, естественно, радуются. Второй наш гол на Чемпионате Европы. Отлично. И мы забиваем второй. Сборная России ведется счетом 2-0 против сборной Голландии на четвертьфинале Чемпионата Европы. Отлично. Очень хорошо мы сейчас все сделали. Наш третий гол. Просто настоящий лидер мы сейчас в сборной России. Это классно, друзья. Это очень классно сейчас получилось. Здесь Ван Дайка просто мы убрали. Все. Хоть и капитан у нас сборной Голландии, но мы все равно смогли, пробили. Кто там у них Голлкипер вообще? Не знаю. Ну и все. Наш третий мяч на Чемпионате Европы. Мы уже, скорее всего, точно в полуфинале. Поздравляю вас с этим. Ну, забей. Головин 3-0. Все. 3-0. Отлично. Сейчас мы могли Хэдри, конечно, забить, но там Голлкипер потащил. Вообще момент классный сейчас получился здесь. Ну и Головин, самый легкий гол для него, наверное, в карьере. Ну и Головин тоже забивает свой первый гол на Чемпионате Европы. Отлично. Мы 3-0 уже к перерыву гравим Голландию. Так что ждем уже следующего нам соперника в полуфинале. И все, друзья. Мы в полуфинале Чемпионата Европы 2024 года. Обыграли Голландию 3-0. Забили дубль. Станем сейчас лучшими игроками, наверное. 9-1 оценка. Ну и да, лучшие игроки матча. Ну что, друзья. В полуфинале Чемпионата Европы 2024 года мы встречаемся против сборной Испании. Мы поиграли как раз прошлый сезон в Чемпионате Испании. Многих каков знаем. На Чемпионате мира 2018 года вынесли испанцев по пенальти и прошли в четвертьфинал. Теперь вот у нас игра уже за путевку в финал. Здесь не будет матча за третьего места. Здесь только финал. Золотые медали. Либо все-таки серебряные. Но сейчас идет именно у нас борьба с испанцами. Поехали. Полуфинал, друзья. Чемпионата Европы. Мы помним те, так сказать, свершения, которые были. Получается сколько? 16 лет. 16 лет тому назад. В 2008 году. Но мы сегодня впишем новые имена в историю. Чемпионаты Европы в историю сборной России. Мы обыграли голландцев 3-0. Но теперь на очереди сборная Испании. Поехали. Против немцев мы всего лишь сыграли минимально 1-0. Проиграли. Посмотрим, что из себя представляют испанцы. И мы забиваем сборную Испании. На пятой минуте. В полуфинале Чемпионата Европы, друзья. Что вообще, друзья, происходит в нашей карьере, а? Что? Мы сейчас можем, друзья, просто попасть в финал Чемпионата Европы. Очень хорошо сейчас она здесь получилась. Убрали здесь защитника. И все. Против Давида Дехея мы играли. За Манчестер Сити. Тогда и МЮ вроде стали чемпионами Англии. МЮ нам предлагали еще переходить. Но я все-таки сказал, я доиграю в Бундеслиге и в Чемпионате Франции. Тогда перейду в любой тот клуб, который именно мне нравится. Все супер, друзья. Уже на пятой минуте сборная России выходит вперед. И здесь не будет такого, как на Чемпионате мира. Не знаю, сейчас он или он там. Но мы вроде как не играли против него. Миленда забивает и сравнивает счет. Вот просто кто это такой вообще? Кто это такой за Миленда? Первый раз вообще такого вижу. И он забивает, сравнивает счет. И у нас 1-1. Оскар Миленда какой-то. Первый гол в свой на Чемпионате Европы. И как... Смотрите, что. Мы просто проходим всю оборону Испании. И 2-1. Все, сидеть. У нас 110-й гол, друзья, в карьере. Забиваем дубль еще и в полуфинале. Все, мы обязаны, друзья, брать Чемпионат Европы. Если, конечно, нам в финале сейчас сборной Германии не попадется. Хотя мы с ними могли, конечно, и счет сравнять. Ну, что мы творим с Испанцами, а? Как я шикарно играю, а? Могу сейчас вообще побороться за лучшего бомбардира Чемпионата Европы этого сезона. Этого вообще розыгрыша. 5 мячей уже на моем счету. И пропускаем от Эрмосо. Конечно же, конечно же, каждый сейчас удар у испанцев будет залетать. Удар. Он не может вот так вот играть сейчас Фабиан. Он не может так пробить. Отлично, Луссов. Ну, сейчас-то, а? Да! Сидеть! Хэт-трик Испании. Все-таки получилось у меня это сделать. Я даже побегу к болельщикам Испании. Вот так вот. Сидеть. Будет мне сейчас еще Фабиана за штрафной вот такие класть в девятки. Хэт-трик сборной Испании в полуфинале Чемпионата Европы. С первой попытки так не получилось. У меня пробиться второй все-таки получилось. Отлично! Шестой получается мяч. Да. Все супер. Россия-Испания 3-3. И нет, ну не может быть так. Фабиан просто опять забивает, а? Мы, естественно, друзья, вылетаем с полуфинала благодаря тому, что Фабиан забил вот этот вот последний гол. Ну, а зачем мне тут уже мяч, что я забил хэт-трик на Чемпионате Европы? Вот зачем? Это просто обидно. Больше ничего не могу сказать. Это просто обидно. Ну что ж, друзья, хотя бы здесь Германия все-таки обыграла Испанцев по пенальти 4-3. Ну, это просто вот обидно. Мне действительно обидно за то, что я забил хэт-трик Испанцам. Мы вели по всему ходу матча. Ну, и потом просто вот два подряд забивает нам Испания. И потом еще забивает на последних минутах там в дополнительное время. Ну, это просто вот... Это вот... Все. Мы забываем это как страшный сон. Мы продолжаем тренироваться. Мы игроки теперь уже Дортмундской Боруссии сейчас. У нас следующий матч Суперкубок, между прочим, против Баварии. За Суперкубок Германии мы еще не боролись ни разу. Но могли, кстати, остаться давным-давно в немецком чемпионате. Но это мы бы оставались в составе Гамбурга, получается. Штутгарт тогда не попали. Вот. В чемпионат Германии. Вот. Поэтому сейчас мы переходим в Боруссию. Если что-то не так, друзья, будет у нас, будем там плохо играть в Боруссии, Бавария будет там все выигрывать. Мы, естественно, перейдем в Баварию, попросим зимой перейти. Так что я верю, что у нас все равно получится закончить гегемонию Баварии и замечательно отыграть за Боруссию. У нас каждый сезон намного лучше все идет. Поэтому я верю в нас. Ну что же, почитаем новости. Да, за 75 с половиной миллионов мы переходим из Атлетика в Боруссию. Почему-то здесь мне... Вот он, этот Оскар Мелендо, который нам забил. Сравнял счет за 64 миллиона из... Откуда он вообще вот перешел? Тоттенхэм, из Тоттенхэма. Ну а откуда он из Тоттенхэма появился? Ладно. Из Дортмундской Боруссии у нас уходит или... А, нет, это все-таки... Кого Боруссия хочет купить? Либо Ким Пен Бе, либо Кристенсена. Вот. Ну и покупает все-таки Кристенсена. За 57 миллионов 400 тысяч. Я, пожалуй, бы познакомился перед самым матчем, вот через 11... Ну, через 11 дней, через 10. С командой бы познакомился, посмотрели бы, кто там играет. Потому что это все-таки действительно интересно. Но... Я верю, что если мы квалифицируемся на чемпионат мира, там будет все-таки нам немного поинтереснее. Все-таки мы дошли до полуфинала, и испанцев могли его чисто проходить. Действительно, если бы не этот Миленда... Сауль, кстати, поздравляем, переходит в Манчестер-Сити. Мы перешли в Баруси, так что сейчас Атлетика прям теряет. Главное, чтобы Жоа Феликс остался в Атлетика. Тогда какие-то у них шансы есть. А то прям сейчас Атлетика действительно продает всех своих игроков там, наверное. Реал подписал или продал? Что здесь про новость? Вот купили. Значит, Семеду купили из Наполя. Мы играли с Семедом. Вроде Бавария купила Люк 1. Вот. Зайдем в клуб. Что здесь у нас? У нас только вот Кристенсена купили. Хотя бы ноты оборону. Миранчук уже в клубе Лестер. Он перешел из Гладбахской Баруси. Мюнхен-Гладбахской. Так что за 37 миллионов. А Салах переходит в Лион. Вы серьезно? За 60 миллионов 800. Ладно. Мы переходим в мои действия. Я даже не смотрел. У меня 9 номер стоит. Не знаю. По номерам. Есть, кстати, вот. У СФДшник какого-то. Видите, снова 2 девятки. Но, надеюсь, он не будет выходить. Поэтому. Ну, мне вообще сейчас уже не самый важен этот факт. Насчет всего этого номеров. Все. Вратари у нас есть Бюркин. 8-6, 33-летний. И Левакович. 8-6. Тоже у него 28 лет, правда. ЛФС-шник, естественно, у нас это Шульц. Но что-то он прям уже и старенький. Кристенсену 28. 8-7. У него рейдит нормально. И Манчини будет, наверное, вместе с паре с Кристенсеном теперь. Мазрауэли. Мазрауэли. Я не знаю, как. Мазрауэли. Эдвардс. ТТ. Ну, вот ТТ мы как раз играли в Голландии. Против него выбили их. Мазрауэли. И из Марокко. Ну, вот. 84. У него Карвахаль. 82. Казимира, кстати, здесь. Я не знаю. Мы играли. Был ли он вообще в Ювентусе? Потому что многие кто-то мы играли. Карвахаль вроде играл в Ювентусе. Без разницы. Казимира в полузащите у нас. Есть Йокуслю. Ронни Лопес. Дуглас Коста. Ну, в Ювентусе вместе там не играли. Вроде с ним там постоянно Мане бегал. Вайнер и Вобби. Кстати, неплохо. Эриксон есть. Бранд все так же здесь. Санчо. Вот это замечательно, что он до сих пор еще не ушел. Шриверц какой-то. Рэп. Я. Все. Я ключевой игрок, кстати. В контракте у меня написано. Мы играем сейчас матч против Баварии. Матч за Суперкубок. Девятый номер у меня здесь все так же стоит. Итак, ну а мы стартуем матч Бавария-Боруссия. Матч за Суперкубок. Мы сыграем с желтыми. Все-таки охота. Вот эти вот цвета желтые наконец-то увидеть в нашей карьере. Шульц, Кристенсен, Манчини, Мазраури, Бюрки, Лопес, Йокус, Лукас, Казимиро, Санчо, Бранд и Ян, Настре. Я один нападающий. Также это было, когда мы были одним нападающим. Вот практически, мне кажется, эта же смена была в Аяксе. Правда, я только на позиции Брандта вот играл, вот это видно было. Где мы еще одни нападающие были? Да практически везде. В Атлетика мы вдвоем с Феликсом играли. Так, мне кажется, мы прям везде играли прям в одного нападающего. Но посмотрим, как будем играть в Баруси. Итак, когда бы мы не приходили в какой чемпионат, в новый клуб, постоянно мы переходим в хорошие действительно команды и играем в матчи за Суперкубок. Это всегда у нас практически, кстати, мы здесь на предматчевой тренировке, это замечательно. За Сити мы играли, Суперкубок играли мы также за Наполе, мы там выиграли. За Сити выиграли Суперкубок Англии. Мы выиграли, ну, Суперкубок, получается, УЕФА за Мадридский Реал. Вот, но поэтому сейчас мы не должны, так сказать, падать в грязь лицом и нашим традициям не предавать и выигрывать. Лаутар Мартинес, кстати, в составе Баварии. И это голевая. Это голевая в матче за Суперкубок. Такое же у нас было, когда мы боролись за Суперкубок Италии. Мы отдали на Фабиана, здесь замечательно вот так раскрутили. И Бранд забивает ворота Баварии. 1-0, мы выходим вперед. Отлично. Может быть, сразу же наш первый трофей в Баруси. Надеемся на это. Но Гримальдо с мячом. Мне нравилось, как он играл против сборной России. Подача. Лаутару сбрасывает. Ух, как сейчас, друзья, ну это просто невероятно. Еще и Анни Куру из Монако забивает. Это просто невероятно. Играем мы теперь в ничью 1-1. Пенальти сразу, но... Естественно, мы сейчас проиграем. Отлично, хотя бы Бюрки тащит. Молодец. Вот эти здесь постоянно, эти пенальти, которые они бьют не точно, но это просто, что это вообще за дичь? Такая Мартинес здесь, но забивает. Конечно, кто как не Мартинес будет сейчас забивать? Отлично, хотя бы Эриксон сравнял. Тащи, тащи, просто Бюрки тащи. Да как вы можете сейчас это потащить? Мой удар третий. Я, естественно, бью Паненкой в левый верхний угол. И, естественно, он тащит. И забивает здесь Анью Куру. Ну все. Сейчас, естественно, мы даже если забьем Санчо, все. Это ГГ. Санчо сейчас промажет. Да. Это было, ну просто вот очевидно. Потому что это любой такой матч, когда серия пенальти в этой долбанной игре вот. Сейчас джойстик просто разобью. Потому что, ну это нереально. Они не могут так мимо бить. Почему в проэволюшене они бьют нормально, а здесь они просто мажут. Каждый этот момент. Мы тогда так же с Атлетика вылетели в Кубки Испании. Ну это просто дичь. Мой именно пенальти он потащил Паненкой в левый верхний угол. Никто не тащил. Там редкие такие случаи были, но он сейчас потащил. Ну, естественно, мы в старте. Мы сегодня в выпуске должны с вами отыграть. Вот получается сентябрь. Вот. Здесь не так уж много матчей. Здесь будет групповой уже этап квалификации на чемпионат мира. Ну и матч у нас против Аугсбурга. Нехали в домашний матч. Для нас это дебют в немецком именно футболе, в высшей лиге, потому что мы играли во второй. Но все-таки это уже действительно дебют, который у нас мог произойти в первом сезоне. Поехали. Друзья, конечно же не в первом, а во втором уже сезоне. Я немножко тут ошибся. Во втором сезоне, когда мы перешли вместе с Гамбургом в Бундеслигу, в первую мы попали. Поэтому тогда мы могли, если бы остались, сыграть уже в топ-5 лигах. Но мы решили перейти из Гамбурга в Аякс. Решили еще поиграть не в топ-5 лиг Европы, но все-таки решили в Аякс. Думали, что команда действительно справится. Но немножко не получилось. Поехали. Для нас это старт. Играем на замечательном стадионе. Сигнал. Иду на парк. Поехали. Неплохо, кстати. А это голевая передача на Роне Лопеза. Отлично. Наша первая голевая в Баруси, если я ничего не путаю. Я не помню, мы отдали или голевую в Суперкубке. Это вот я не помню. Вот. Отлично. Первая наша голевая в Бундеслиге уж точно. Отлично. Здесь Роне Лопез. Такого еще и угла низом. Мяч так еще подскочил, наверное, от ноги все-таки защитника. Но голевую мы записываем. Выходим дома вперед. Естественно, в матче против Ауглера. Да и Баруси не пытается. Ну, хотя вот сейчас у нас опасный момент. И Эриксон забивает. Отлично. 2-0 мы ведем. Гол, конечно, у нас сейчас не получилось забить. И голевую мы не отдали. Но 2-0 выиграет Баруси. Это отлично. Хороший старт у нас. Набираем именно уверенности вместе с командой. Ну, и вот Кристиан Эриксон забивает, выйдя на замену вместо Юлиана Бранта. Я мог бы, конечно, здесь и пас отдать. Но вряд ли бы он прошел на Эриксона. А так хорошо от голкипера прям на одного Эриксона по пустым воротам уже он здесь пробивал. Первый гол Эриксона в этом сезоне за Дорненскую Барусию в Бундеслиге. Немножко мы здесь на мяч не так пошли. И мы забиваем свой первый гол за Барусию вроде. И первый гол в Бундеслиге после возвращения праздную в стиле Роберта Ливандовского, который раньше тоже выступал за Дорненскую Барусию. Ну, это отлично. У нас сегодня очень шикарный матч. Здесь замечательно убрали еще левой ногой. Вот так вот. Ну, и в дальний угол мы пробиваем. 3-0. Барусия обыгрывает Аугсбург. Наш гол плюс голевая. У нас оценка должна быть очень хорошая. Потому что у меня просто за одну голевую 9-4 была оценка за прекрасную игру. В пассы там хорошо мы играли. Не уходили с позиции. Вот первый гол в Бундеслиге на 87-й минуте. Разгромная победа Дортмунда над Аугсбургом. Мы побеждаем. Оценка у нас 9-5 была. Мы доиграли весь матч до конца. Гол плюс голевая в первом туре у нас. 9-5 оценка. Мы должны быть все-таки лучшим игроком. Да. Спасибо всем большое. Итак, после матча мы проводим тренировку. Тут пока что нам ничего сильной тренировки не дают. Вот. У нас там владение уже, например, вот 99. Дриблинг 98. Что еще здесь у нас по таким прям показателям хорошим именно? Завершение 95. Силы удара 93 сейчас у нас. Вот. Мы продолжаем. У нас 4 матча. 6 плюс 2 за этот сезон. Тут еще вроде как... Это еще чемпионаты Европы здесь осталось. Некоторые. И матчи здесь. 2 матча записаны. Наш хэтрик ворота испанцев вроде. Но мы сейчас на первой строчке, друзья. Игроки отправятся в сборную. Здесь только Казимир. Но это, скорее всего, именно игроки из Америки. Так. Южный и Северный. И поэтому Казимир и сборная Бразилия единственная у нас игрок уходит в сборную. У нас игра против Хофенхайма. Вольфбург сыграл 2 уже свои игры. Они взяли 6 очков из 2. То есть 2 победы. Бавария пока что сыграла свой первый матч. Выиграла 2-0. То есть не так убедительно, как мы. Мы играем против Хофенхайма, которая проиграла свою игру со счетом 2-0. Может быть и Баварии. Может быть. Но может быть и нет. Встречаемся мы на выезде. Причем, ну давайте, мне вот эта форма тоже такая нравится, чтобы желтый хоть какой-то был цвет. Ясно на стадионе Презеро Арена. Поехали. Итак, у нас второй тур чемпионата Германии. Замечательно. Здесь вроде все стадионы в Германии лицензированы, кроме только Баварии. Если я ничего не путаю. Презеро Арена. Мы готовы. Стартовать у нас второй тур. Мы вообще, если так будем играть, как в прошлом матче, даже не забив бы гол, у нас была бы оценка 9-4. Мы бы и так стали лучшим игроком. Мы можем попасть в кандидатов на звание игрока месяца. И Брандт. Наша вторая голевая передача. Отлично. Два матча подряд мы отдаем голевые передачи. И просто сейчас левой ногой я просто щелкнул так на пятачок, можно сказать, на 11-метровую отметку. Тут Брандт просто замечательно открылся. Вот Брандт замечательно выждал эту паузу. И сейчас я практически выхожу один на один. Но я не пожадничал, а отдал вторую голевую передачу на Джейдана Санчо. Потому что я понимал, что я могу здесь, кстати, промахнуться. А голевые передачи очень тяжело отдавать в карьере за игрока. Поэтому в таких моментах не жалко отдать. У нас три голевые уже за два тура. Мы сейчас можем стать лучшим ассистентом лиги, например. И хорошая такая передача. И Джейдан Санчо замечательно забивает свой первый гол в Бундеслиге. Два ассиста у нас за 30 минут. Вот супер. Вообще за 10. С 20 по 30. Оценка уже 8,8. Казимиро. Неплохо. Ну. Казимиро. Хэтрик наш голевыми передачами оформляет Казимиро. Мы вообще игроки Реала. По сути. Вот. Не помню только. Вроде не было Казимиро в составе Реала. Когда я там играл. Но не суть. Мы встретились именно в Баруси. Это супер. Хорошо оно сейчас получилось. Мы раздали вроде на всех игроков. У которых еще не было гола. В Бундеслиге. А здесь и Казимиро забил. И Бранд забил. И Санчо забил. Выходит снова Эриксен. И наш. Хэтрик голевыми передачами. Такого вроде у меня еще не было. Чтобы я три голевые передачи за один матч отдавал. У меня уже 9,5 оценка. Ну. И это замечательно. Что мы сейчас вообще творим. Три голевые за матч. Еще и гол один мы все-таки забиваем. 81-я минута. Наш второй гол в Бундеслиге. И четыре голевые передачи мы уже в лиге отдали. Вот это вот дебют я могу вам сказать. Главное сейчас не сглазить. И постараться стать все-таки лучшим игроком. Это августа получается. 2020. Какого? Так. Если это уже второй чемпионат Европы. 2024 у нас. Ну это отлично. Это отлично. Второй гол в Бундеслиге. Мы сначала отдаем, так сказать, голевые. А потом уже сами забиваем. Сейчас очень хорошо получилось забить. 4-0. Мы громим Хофенхайм на выезде. Три голевые передачи. Один гол. В каждом голе, так сказать, мы поучаствовали действительно. И оценка у меня 9,6. Ну мы действительно сейчас можем стать лучшими игроками месяца. Пятая голевая за сезон. Замечательно. Итак, пока что у нас две победы из двух. Все замечательно у нас. Тур последний будет все-таки против Герты. Соперник хороший. Но он тут попался под конец. Так что. Так, что это за сообщение у нас приходит. И изменим расписание. Это, скорее всего, Лига Чемпионов. Но мы давайте в Лигу Чемпионов все-таки заглянем 1 сентября. Когда вот закончится сейчас и матч, и трансферное окно. Так, игроки отправятся в сборную. Нас вызывают в состав сборной России на квалификацию чемпионата мира. Мы это тоже сейчас по почте с вами посмотрим. Но у нас Венгрия и Ирландия. Мне кажется, это легкие нам соперники. Мы играем сейчас на второй строчке. У нас две победы из двух. Таких команд здесь очень много. Вот Лейпциг, например, тоже, скорее всего, выиграл там свои две игры подряд. Но одну все-таки, наверное, в третьем туре они сыграли в ничью. Поэтому 7 очков у них. Байер, Бавария, Вольфбург, Франкфурт. Ну даже они выиграют свои два первых тура. Ну и все, кстати, на Франкфурте это и заканчивается. Против Герты мы играем. Они выиграли матч и проиграли. Мы играем дома. И должны себя показать на уровне. Если мы себя все-таки покажем и третий мать, то уже, мне кажется, ну точно мы будем... Нет, давайте им другую форму. Будем мы уже точно в номинантах. И, скорее всего, выиграем звание игрока месяца в августе в Бундеслиге 2024 года. Снова ливень на Сигнал Дуни Парк. Поехали. Третий тур в Бундеслиге. У нас два гола и четыре голевые передачи за, так сказать, два тура. И мы готовимся становиться игроками месяца. Если сегодня против Герты сыграем на таком же уровне, я надеюсь, что все-таки мы должны официально уже эту награду взять. А это пенальти, друзья. Я не знаю, кто будет пробивать. Бадья Шили здесь нарушил. Я не знаю, сколько у нас там пенальти. А может быть и мы будем. Да, мы пробиваем пенальти. Я, естественно, буду пробивать оппоненткой в левый верхний угол. И я забиваю. Отлично. Третий гол в Бундеслиге. Третий гол за Дортмунд. И отлично. Открываем счет в матче. Голом с пенальти. Я не буду никогда менять своим принципом. Буду забивать всегда так. Я понимаю, что нас это лишило гола в финале, друзья. Но в финале Лиги Чемпионов, из-за того, что Терштеген потащил ему этот удар. Но на чемпионате Европы мы все-таки забили. Или в первом же туре гол с пенальти именно паненкой. Поэтому я не буду пока что менять свои традиции. Сколько я забивал, столько и буду дальше это продолжать делать. Офсайда не было. Хорошая передача. Ну, Санчо. Санчо забивает с нашей голевой передачи. А что мы сейчас отдали? Вообще, я думал, там даже в офсайд просто пошла. Санчо красавчик. Отдаем уже вроде вторую на него голевую передачу за сезон. Как мы сейчас, посмотрите, замечательно накрутили, навертели. А я ему уже говорил, бей вот здесь вот. Бей. Все, я вам пробил. Отлично. Джейден Санчо два гола в Бундеслиге. Немножко догоняет нас, конечно. Эриксон, какую мы опять. Да мы просто сейчас отдали передачу. Эриксон такую пушку забивает. Кристиан Эриксон. Замечательно. Вы просто посмотрите. Ушли здесь от подката. Вот так вот грамотно. И он подкидывает. И с левой ноги. И за штрафной забивает в левый Нижнюка. Вы просто посмотрите на это. Как классно сейчас у нас все получилось. Наша вторая голевая за матч. Замечательно. И мы забиваем в ближний угол. Наш дубль в сегодняшнем матче. 4-0. Снова мы выиграем два матча подряд. Две голевые и два гола за матч. Мы просто замечательное приобретение Дортмунда. И мы будем, друзья, действительно бороться за чемпионат Германии. Уж точно. Это замечательно сейчас было все разыграно. Эриксон на меня. Здесь просто убрали. И в ближний угол с 11-метровой отметки. Там примерно я смотрю так. Мы пробили. Отлично. Это какой уже наш гол получать. Четвертый гол в Бундеслиге. Мы обязаны становиться лучшими игроками месяца. Исток арбитра. Победа 4-0 над Гертой. Наши три победы подряд. С разгромными счетами. 3-0, 4-0, 4-0. 9-5 у нас оценка. Мы очень хорошо действительно играем. Ну и переходим уже сейчас к завершению трансферного окна. И будем смотреть на жеребевку Лиги Чемпионов с вами. Да, давайте это сейчас прямо сделаем, как я вам все-таки обещал. У нас 9 очков. Но это еще не у всех. У Франкфурта так. Но еще у Байера и у Баварии есть еще матчи в запасе. Друзья, мы попадаем в группу А. И в Лиге Чемпионов мы встречаемся с Ювентусом. Наша команда, в которой у нас, мне кажется, был самый провальный сезон. Встречаемся против австрийского Red Bull Salzburg. И встречаемся против турецкого Bichita. Группа действительно для нас проходима. Так что мы должны здесь побороться именно с Ювентусом, мне кажется, и занять первую строчку. Это для нас, мне кажется, будет хорошая задача. Атлетика. Леон Рома Мюльде. Пожелаем удачи Атлетика. Все-таки бывшие обладатели Лиги Чемпионов. Ну, действующие, точнее. Вот. Барселона. Интер, Порто, Шахтер. Манчестер-Сити. Наполе. Так что вот наши два клуба встретятся. Шальки и Спартак еще также в этой группе. Бавария. МЮ. ПСВ. Фенербахче. Реал тоже наш клуб. Встречается снова против Локомотива, кстати, в Лиге Чемпионов. Липецк, Андерлэхт. Пассажир Челси. ЦСКА. ФКСБ. Тоттенхэм, Валенсия, Монако и Динамо. Киев. Давайте я посмотрю, где находится сейчас Аякс, к примеру. Участвуют ли они вообще в Лиге Европы даже. Так, Ливерпуль, Спортинг, Айек, Витарул, Марсель, Геймарай, Шрапид, Лузерн, Арсенал, Ниц, Трапзон, Спор, Славя, Прага, Бетис, Ген, Динамо, Загрив, Базель, Байер, Бенфика, Рейнджерс, Унио, Краковье, Вольсбург, Ньюкасов, Витес, Йонг, Бойс, Милан, Фейнор, Клубрюги, Аустривь, Йен, Лиль, Селтик, Мидленд, Виктория, Плезень, Фиорентина, Брага, Спарта, Штурмградс, Гладбах, Генг, Па Лей, Галатасарай, но здесь, мне кажется, Аяк снова вылетит, потому что они какие-то вообще бичевые стали именно бичевым клубом. Плохо играют Лацио, Депортива Лавес, Утрифт и Мальмо. И вот такая вот у нас еще и группа на квалификацию на чемпионат мира Франция. Россия, Чехия, Румыния, Северная Ирландия, Венгрия. Мне кажется, здесь мы должны, естественно, выходить, но со второй стройки французов мы вряд ли обгоним, но Чехам, Румынам, Северной Ирландии и Венгриям мы должны все-таки противостоять. Мы дошли до полуфинала чемпионата Европы. Все мы, так понимаю, уже еще неизвестно. Так, еще неизвестно. Кстати, Давида купили, вот он, Джонатан Давид, ЦФДшник, который мы играли вместе против Атлетика, когда играли мы за Атлетика, против Наполи. В одной восьмой вроде это было Лиги Чемпионов. И тогда Давид забил вроде Атлетика, и я тогда посмотрел, что это вообще за парень. Но потом на стримовой карьере как-то я даже подписывал его в Солфорд. И тогда мы тоже с ним выиграли Лигу Чемпионов. Но надеюсь, нам он поможет. Надеюсь, не на нашу позицию все-таки метит. Что еще здесь? Ну все. Так, новое поколение. Здесь регены, я так понимаю, да? Все. Да, здесь абсолютно все регены, так что нам это не сильно интересно. Что там вообще? Мы сейчас просимулируем, естественно, и ждем, чтобы узнать кандидатов на звание игрока месяца. Мне это просто интересно. Также мне стало бы интересно сейчас посмотреть, с кем мы можем встретиться на квалификации. Здесь ни с кем, абсолютно ни с кем мы с нашей командой не встретимся, потому что там французы, только у нас, как вижу, французов в команде нет. Так, ну все, мы завершаем трансферное окно. Никаких предложений, естественно, по нам не было, так как мы только вот недавно перешли в Боруссию. И потренируемся, так сказать. Ну и сейчас уже в новостях. Ну, должно, мне кажется, уже написать. Да, Бундеслига, август, кандидаты на звание игрока месяца. Да, мы сюда попали. Здесь попал Эриксон, Джейдан Санчо, Бейли, Бои. Бейли, наверное, все-таки правильно будет? Да, Бейли. И мы. Так что будем ждать и верить в то, что мы станем игроком месяца в чемпионате Германии. И в первом же, как практически в Наполе это было. Мы уже практически на сезон сделали с вами задачу по голевым пассам. Нам осталось семь. Надо сделать семь. А у нас сейчас сколько там их? Шесть вроде. Вроде шесть. Мы сейчас перед матчем со сборной Венгрии глянем. Я стал игроком месяца, друзья, в чемпионате Германии в августе. Замечательно, друзья. Какая-то у нас уже получается четвертая, вроде, так сказать, статуэтка. Первый был в Италии. Две мы получили в чемпионате Испании. И вот одна в Германии. Ну, заслуженно, мне кажется. Даже могу в карьере посмотреть. Так. Загамбург у нас не было. Здесь тоже не было. Сезон 2020-2021 тоже не было. 21-22 был, потому что мы в Наполе вот отыграли в Ювентусе. Ну, это как это считают. 22-23 у нас не было. Это сезон чисто был в Манчестер-Сити. Сезон 23-24 это Испания, поэтому здесь у нас целых две сразу. И вот Борусия Дортмунг, наша первая статуэтка. Итак, у нас матч против сборной Венгрии. Ну что же, играем матч на выезде. Это наш первый матч на квалификации. Вроде мы уже играли на квалификации к чемпионату мира 2022 года. Если я ничего не путаю, туда мы как раз вот и не попали. Теперь уже чемпионат мира 2020, получается, 6-го года. Ну что же, поехали. Ну что же, разминаются игроки сборной Венгрии. На самом деле, мне кажется, легкая нам действительно попалась группа на квалификацию к чемпионату мира. Мне кажется, на чемпионат Европы нам намного тяжелее было квалифицироваться. Здесь у нас кто? Венгрии, Северная Ирландия. Самые серьезные только вот действительно французы. Мы дошли до полфинала с вами чемпионата Европы. Могли бы и в финал даже выходить, если бы не голы сборной Испании, которые просто вот так вот залетали обидные. Но мы забили хэт-трик все-таки в полфинале чемпионата Европы. Посмотрим, как сыграем мы на квалификации к чемпионату мира и уже на самом Мундиале. Он на нас. И вот здесь вот забивали за Тахметов. Это 1-0. Сборная России повела наша голевая передача на квалификации к чемпионату мира. Отлично. Очень хорошо сейчас получилось все сделать. Нашли. Ну, Николай Рассказов здесь на нас нашел. Здесь мы на Ильзата Ахметова отдаем. И тот левой ногой в ближний угол пробивает. Отлично. Первый гол Ахметова на квалификации к чемпионату мира. И все-таки сборная Венгрии сравнивает на 91-й уже минуте. Ну, это просто сейчас обидно. Не дай бог мы из-за вот этой ничьей потом просто не попадем на чемпионат мира. Помяните мое слово. И все, ничья 1-1 со сборной Венгрии. Ну, и перед матчем со сборной Северной Ирландии мы идем сейчас на третьей строчке. Чехии выиграли, получается, либо Румын, либо Северную Ирландию. Как раз у нас сейчас с ними матч. Они проиграли вот либо французам, либо чехам. Итак, сборная России. Это первый матч домашний на квалификации к чемпионату мира 2026 года. Мы готовы сегодня. Сыграли вот в ничью со сборной Венгрии. Это просто обидно было на последних минутах еще и пропустить. Друзья, я просто не понимаю. Я попросил замену в 60-й минуте. Ни одной паузы не было. Они опять играют в ничью, потому что они пасуются. Не понять куда. Сейчас вот минута оставалась. Нет бы забросами идти. Нет, они дают назад передачи. Я просто не понимаю, что вообще в карьере в этой. Это действительно какой-то баг или что? Почему какой-то сейв вообще непонятный? Почему то номера у нас одинаковые в команде бывают? То вот так вот они играют. Почему мы Голландию и до полуфинала чемпионата Европы могли дойти? А каких-то Венгров и Северную Ирландию обыграть мы просто не можем. Итак, у нас игра в чемпионате против Фрайбурга. Дальше у нас там Лига чемпионов будет. И матчи против Айнтрахта и Вольфбурга. Ну что же, у нас выезд. Матч против Фрайбурга. Сыграем в дополнительной. Поехали. Ну что же, друзья, возвращение у нас чемпионата Германии после международной паузы. Мы стали лучшими игроками в первом же месяце в Германии. В августе мы стали игроком месяца в Бундеслиге. Ну и мы продолжаем. Очень, мне кажется, у нас классная карьера. Получает с вами развитие сезона в Англии. Сити у нас был лучшим сезоном на тот момент. Потом лучший сезон. Практически мы провели полсезона в Атлетика. Столько же практически там забивали, сколько и в Манчетте Сити идут. Вернулись в Германию. И очень хорошо мы выступаем. Поехали. Фрайбург. Баруси. Джейдон Санчо. И мы забиваем головой. Отлично. Разыграли уже на 10-й минуте. Я редко вроде один гол. Вроде, ну, в реале я помню, что я забился углового головой. Ну, здесь очень хорошо получилось у нас сыграть, выпрыгнуть. И Санчо записывает отлично голевой пас на нас. Ну и красивейший гол мы, естественно, забиваем. Получилось пробить. Хороший урок у нас получился. Ну и классно. 1-0. Мы забиваем наш пятый гол в Бундеслиге. Это всего лишь вроде четвертый тур. Минимальная победа до Атмонда на выезде. Обыграли мы Фрайбург 1-0. Единственный мой забитый мяч приносит нам 3 очка. С голевой у Джейдена Санчо получилось забить. 9-0 у меня оценка. Лучший игрок, скорее всего, в матче, да. Но вряд ли попадем мы в номинанты. Пока что с такой игрой. Но оценка хорошая. Итак, у нас начинается Лига Чемпионов. Давайте уже посчитаем, действительно, за сколько клубов мы уже играли в Лиге Чемпионов. Мы отыграли за Аякс, мы отыграли за Наполя, мы отыграли за Манчестер Сити, мы отыграли за Мадридский Реал, мы отыграли за Атлетика. И мы отыгрывать будем в этом сезоне за Баруси Догман. То есть мы уже в шести клубах с вами поиграли. В Ювентусе мы как раз вот и не сыграли в Лиге Чемпионов. Хотя могли мы это доказали сами, все-таки, раз сыграли мы групповой этап за Мадридский Реал, но выиграли Лигу Чемпионов именно Атлетика, потому что в раунд плей-офф мы играли именно там. У нас первый матч против Башикташа, группа проходимая, и все, скорее всего, будет решаться именно в матче против Ювентуса. Потому что Зальцбург и Башикташ точно не будут здесь выходить из этой группы. Мы играем на выезде первый матч, но это наш первый матч в Лиге Чемпионов за Баруси Дорманд. Интересно всегда начинать. Но я все-таки сейчас в таком небольшом титуле, как действующий обладатель Лиги Чемпионов, поэтому мне как-то поспокойнее будет играть. Все-таки я уже завоевал этот трофей. Ясно на стадионе в Башикташи. Поехали. Ну что же, разминаются игроки Башикташа. Для нас это первый матч на групповой стадии за немецкую команду. Во-первых, мы играли против немецкой. Играли за... я сейчас так и не вспомню. Вроде мы за Аякс играли, если я ничего не путаю, против Шальки. На групповой стадии мы играли. И против, ну вот, Баварии в составе Атлетика мы выступали на раунде плей-офф. Ну и тут мы перешли, наконец-то, в чемпионат Германии. Нам остался только французский чемпионат. Скорее всего, это вот только ПСЖ. Будем ждать только их предложения. Ну и все, что я еще могу сказать. Борусия готова. Тем более подписали игрока, который отдал голевую передачу в прошлом сезоне в финале Лиги Чемпионов. Не забил, правда, пенальти в ворота Барселоны. Но все равно обладатели Лиги Чемпионов они подписали. Причем действующего. Отлично у нас получилось пройти дальше с мячом. И все-таки забивает Мазрауи. Наша голевая передача в Лиге Чемпионов. 68-я минута. 1-0. Давайте все-таки попрошу замену, потому что он очень сильно устал. И толку не будет, что мы будем сейчас на поле. Мы можем только травму от этого получить. Но замечательно. Сделали все-таки результативное действие в Лиге Чемпионов. Два матча подряд мы в Лиге Чемпионов отдаем голевые передачи. Финал Лиги Чемпионов на Жоа Феликса и на Мазрауи в Турции. Два матча подряд, две голевые. Замечательно. Ну и все. Уходим мы на перерыв. Смотрим, естественно, остаток матча. И забивает Давид. Джонатан Давид, который, скорее всего, нас и заменил. Выходит и забивает в Лиге Чемпионов. Очень быстро все у нас получилось. Ну и 2-0. Бешикташ горит у себя дома. Очень хорошо здесь. Прямо на грани офсайда он отыграл. Ну и замечательно пробил. Свежий Давид вышел. Ну и забил Бешикташу. И все, друзья. У нас уверенная победа на выезде в первом туре Лиги Чемпионов. Отдали мы голевую передачу. И все. Но 2-0. 8-1 у нас оценка. Лучший игрок в матч это я, что ли? Серьезно? Да нет, Мазарову и все-таки 8-4. Почему-то здесь показали Энзо Року. Ну что ж, друзья. У нас остается 2 матча на выпуск. Франкфурт и Вольфбург. Пока что мы идем замечательно. 4 матча, 4 победы. Также так идет у нас получается Бавария и Байер. Все. Лейпциг просто сыграл свою игру пятую. Мы сейчас будем только играть пятый тур. Поэтому играем еще и дома. Причем я попросил замену в матче Лиги Чемпионов. Так что вроде как мы должны немножко быть отдохнувшими. Ну да, у нас полная стамина. Поехали. Итак, замечательный стадион. Сигнал и Дуна Парк. И у нас интереснейший матч. Боруссия против Франкфурта. Сегодня встречаемся. Интересный действительно матч. Мы не проигрываем еще ни разу. Мы не потеряли ни одного очка за 4 тура. 4 матча, 4 победы у нас. Также идет сейчас еще и Бавария. И Ливеркузинский Байер с такой же практически статистикой. Мы лучшие игроки в августе. Поэтому нужно продолжать играть на том же уровне. И просто вот так вот. Я просто аккуратненько думал, что дальше делать. И решил просто пробить с такого момента. Ну и все. 1-0. Снова мы забиваем за Дортмунд. Получается, я не помню. Но прошлый матч мы забили. Поэтому 2 уж точно матча мы подряд забиваем. А вроде мы даже в каждом туре уж точно забивали. Но у нас пока что такая статистика. За, так сказать, начало этого сезона у нас было, я заметил, 10 матчей. 10 голов, там что-то 4 голевые. Ну или побольше там где-то голевых. Вот. И то есть каждый матч примерно в среднем мы забиваем. Так и сейчас у нас получилось. Отлично. Очень быстро мы вышли вперед. Это нам поможет раскрыть игру. Пошла подача сейчас и все-таки Ореги нам забивают. Франкфурт вроде пока что первая команда, которая вообще нам забила за эти 5 туров. Мы вроде еще ни разу не пропускали. Да мы вообще последний раз это пропустили в Суперкубке Германии. И все. Отлично сейчас получилось в эту контратаку уйти. Отдаем голевую на Бранта. 2-1. Слава богу, получилось забить. Потому что было такое вот у нас, когда вот в таких вот матчах теряли просто очки. Хотя не должны были быть. Просто из-за невезения. И потом просто проваливали чемпионаты. Очень хорошо сыграл Брант. Еще левой ногой забивает. Но это его уже второй гол. Вроде 2 гола он забил с моей голевой. И головой. Отлично. Дубль мы забиваем в сегодняшнем матче. И просто еще такой попросил. Не просто нижнюю передачу. Именно на весь. У него отлично получилось. Мы забиваем второй гол головой уже за Боруссию. Если я ничего не путаю. Сейчас очень хорошо это получилось. И очень классно здесь еще и пробили. 3-1. К перерыву был счет 1-1. Здесь мы уже отлично во втором тайме и гол забили. Голевую отдали. Круто все получилось. Победа Дортмунда над Франкфуртом 3-1. Забили мы дубль. Отдали 1 голевую. Немного что она хватила. Все-таки до хитрика конечно. Но оценка 9-0. Такая же как и в матче против Фрайбурга. 10 голевых передач у меня в сезоне. Проводим мы очередную тренировку. Вроде уже ничего. Эти тренировки нам и не решают. Они медленно нам качаются естественно. Но до 90 рейтинга немного все-таки осталось нам. Ну и Байер кстати потерял свои очки в каком-то матче. Бавария выиграла свой матч. Ну и нам тоже остается это сделать. Бавария снова потеряла очки. Они в мячу по худой опять сыграли. Вот. Мы начинаем выиграть матч против Войсбурга. Это последний матч на сегодняшний выпуск. Войсбург идет на 6-й строчке. Топ-6 значит чемпионата Германии. Интересно будет сыграть. Ну давайте вот в этой. Мне она больше нравится. Так более чем гостевая. Вольфсфаген арена. Поехали. Итак. Показывают нас сейчас кстати. Интересно это. Давно нас не показывали на предматчевой разминке. Это всегда приятно. Что нас ценят. Мы сейчас вроде как там и лучшие бомбардиры наверное. Лучшие ассистенты лиги. Ну и это последний матч сентября получается. И последний матч на сегодняшний выпуск. Вряд ли мы попадем в кандидатов на звание игрока. Месяца второй раз. Ну и вряд ли уже точно выиграем. Но пока что два матча у нас по 9-0. Так что это на уровне мы играем. Эрлинг Хоун кстати выступает за Вольфсбург. Это странно. Это просто обидно. Ничья 0-0. Мы теряем очки. Бавария продолжает набирать их. Вот это вот и обидно самое. Все. На этом завершаем выпуск. Продолжаем тут тренировку. Сейчас еще посмотрим кандидатов. Вряд ли мы там будем за две игры с оценкой 9-0. Ну и все. У нас 2 октября. Новый месяц. Ну и смотрим на сентябрь. Кандидаты на звание игрока месяца. Ну здесь мы все-таки есть. Ладно. Попали сюда хотя бы Чалов. Я так понимаю здесь Мартинес. И еще один какой-то вот игрок. Нью Хаус. Вот. Но вряд ли мы все-таки станем игроком месяца. Все-таки вам будете встать. Либо скажем, что мы хватит с вас. Но если мы станем два раза подряд. Будет очень классно. Но на этом мы все-таки, друзья, завершаем сегодняшний наш выпуск. Первый в Дортмундской Баруси. Но здесь вот у нас матчи. Лиги чемпионов. Матч против Баварии. Тут кубок уже начинается даже в Германии. Матчи сборной. Чехия, Румыния будет дальше. Со Штутбертом, кстати, будем играть в следующую игру. Это наш первый самый клуб, который мы начинали. Не знаю, Гамбург есть или нет. Вроде как. Да, и Гамбург здесь тоже есть. И Гамбург. Так что все те три команды, которые прям в первом нашем сезоне боролись за нас. Мы могли в Гамбург перейти. Тогда Гамбург выиграл все-таки второй Бундеслигу. Ну, не суть. Все. Дальше у нас также будет еще и игра с Францией. Ну и до пятого тура Лиги чемпионов на следующем выпуске с вами дойдем. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.